Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка Англичанка. Так, в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать немножко о том, если к вам приезжают гости иностранец, что же вам первым делом необходимо сделать. Многие из вас, может быть, знают, некоторые, может быть, и нет. Первым делом, если вы приглашаете иностранца, то вы должны знать, что когда он приезжает в Российскую Федерацию и будет находиться здесь несколько дней, то ему необходима регистрация. Регистрация в местном отделе полиции. Ну, иммиграционно, да? Значит, если он находится, будет больше трех рабочих дней. Если меньше трех рабочих дней, то регистрация не нужна. Итак, если он останавливается в отеле, и отели делают регистрацию, то всю ответственность они берут на себя. Некоторые отели этого не делают и гостиницы. Поэтому, если иностранец приедет, необходимо обязательно удостовериться в том, что это гостиница или отель поддерживают такую услугу, и они зарегистрируют вашего друга, посетителя. Если этот человек приезжает к вам и останавливается у вас дома, то тогда всю ответственность на себя берете вы. Вам нужно будет обязательно зарегистрировать вашего друга. Итак, что же вам нужно сделать? Это делается очень легко. Вы либо можете сделать это в местном отделе иммиграционного контроля, отдел полиции, либо вы просто можете сходить на почту. Это самый легкий и, наверное, быстрый вариант. Взять две формы. Обычно они дают такие с двух сторон. То есть вы заполняете эти формы с двух сторон. Обязательно необходимо приложить копию паспорта иностранца, копию визы иностранца, также миграционную карту копию, обязательно копию вашего паспорта. Если квартира оформлена на вас, то сделайте копию того, что вы являете владельцем этой квартиры. Если у вас несколько человек, доли владеете квартирой, то необходимо, чтобы сделали копию на долю всех, кто владеет этой квартирой. Значит, вы все это заполняете, приходите на почту. Иногда на почту... В нашем городе очень интересно работает почтовое отделение. У кого-то какие-то свои определенные условия. Так вот, например, в нашем почтовом отделении иногда спрашивают, чтобы с вами были владельцы квартиры. Если несколько человек владеет, нужно, чтобы оба или трое владельца были, или обязательно владелец. Иногда они даже спрашивают, чтобы был сам человек, кого вы пригласили. Иностранец также был с вами. То есть, если это несложно, то можете все вместе прийти, отдать все необходимые копии. Они это просто заверят печатью, вот здесь, вот на этом небольшом отделе. Отрежут вам и отдадут вам вот этот оттек. Все. Больше вам ничего делать не надо. Где-то стоит это недорого, по-моему, где-то около 200 рублей. Так, друзья, извиняюсь за такую немножечко концовочку. Мой котик прыгнул на камеру, поэтому мне пришлось... Камера отключилась. Все остановить. Вот теперь записываю заново. Так, вы до этого... Я уже не помню, о чем я остановилась конкретно. Я показывала вам о том, что вам должны будут отдать вот этот... Вот листочек, вот этот маленький, для вашего иностранца. Еще, по-моему, я забыла сказать о том, что необходимо обязательно приложить копию вашего паспорта. Прежде чем вы отправите это все по почте. Так, значит, что дальше? Ваш друг-иностранец будет ходить по России, естественно, с паспортом, с миграционной картой и обязательно вот с этим листочком. То есть это будет доказать то, что он зарегистрировался в России. То есть все. Он сделал все, что необходимо. После того, как ваш друг будет уезжать обратно домой, вы должны будете у него забрать этот листочек и отправить его обратно в иммиграционную службу. Тем самым вы уведомите правоохранительный орган о том, что иностранец выбыл. Все. Больше вам ничего делать не надо. Это очень легко. Процесс этот, вы сами видите, не особо трудный. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если у вас какие-то вопросы, задавайте. И я, если смогу, то, естественно, конечно, я постараюсь ответить. Все. Всем спасибо. С вами была Жанна Конгличанка. Подписывайтесь. И всем пока.